Здесь специальная миссия ОВСЕ на Украине. Я рада представить посла Апакана. Это опытный дипломат из Турции. Сейчас я бы хотела сказать пару слов. В миссии участвует порядка 120 наблюдателей из разных стран мира. Мы планируем увеличить это число до 300-500. И сейчас, возможно, сам посол скажет несколько слов и будет перевод по-русски. Мы являемся специальной мониторинной миссией ОВСЕ в Украине, которая является отдельной от других миссий. Мы находимся здесь уже около месяца. У нас во всей Украине всего работает около 120 наблюдателей из разных стран со всего мира. Мы надеемся в будущем расширить миссию до 300 или до 500 даже наблюдателей, если это будет возможно. И наш почетный гость сегодня, посол, глава миссии, господин Апакан, даст вам общее представление о миссии и расскажет о мандатах миссии. И мы также имеем другие миссии в Украине. Многие из вас знают Клаус Силикенс, head of our team here in Donetsk. Некоторые из его коллег. Мы также имеем коллеги из наших офисов в Виене. Также с нами находятся наши коллеги по миссии. Это господин Клаус Силикенс, который является главой офиса специальной мониторинговой миссии ОВСЕ в Донецке. И также с нами другие наши коллеги по ОВСЕ, некоторые из них из Венского офиса. Доброе утро. Мы живем с заместителем губернатора, а также представителями предпринимательского сообщества и гражданского общества. Мне очень здесь нравится, это прекрасная страна. И мне нравится быть в Донецке. Как вам, наверное, известно, наша мониторинговая миссия ОБСЕ занимается тем, чтобы отслеживать и наблюдать за фактами, за реальностью и докладывать о них. Именно для этого мы здесь, чтобы составить объективную картину происходящего. Большое вам спасибо, что пришли сюда, на эту небольшую пресс-конференцию. Наша задача также заключается в том, чтобы способствовать диалогу. Мы здесь для того, чтобы говорить с простыми людьми. И мы приехали сюда в интересах Украины, в интересах украинского народа, включая всех граждан Украины. В этом заключается наша цель. Мы приехали сюда по приглашению украинских властей и находимся здесь с разрешения 57 дней государств-членов ОБСЕ. Таким образом, мы отчитываемся перед 57-ю государствами-членами ОБСЕ. Мы будем стремиться к полной объективности, транспарентности и, повторюсь, полной объективности. В этом заключается наша задача. Я собираюсь и уже провел ряд очень конструктивных встреч с региональными властями. Я возвращаюсь к ним. И я также должен добавить, что мы работаем для выполнения, для осуществления совместного заявления, подписанного в Женеве. Для этого мы проводим регулярные встречи со странами, подписавшими Женевское соглашение в Киеве. И проводим также переговоры с министром иностранных дел Украины. Мы прикладываем все возможные усилия к выполнению Женевского соглашения, Женевского документа. Документы. Это все, что я хотела сказать. Здравствуйте, все присутствующие. Короткая поездка господина посла. И он хотел бы сказать, что от имени господина посла буду говорить. Он встретился. Я встретился с нашей командой. Провел некоторые очень полезные встречи также в городе с местными властями. В частности, с мэром города Донецка, с первым заместителем губернатора области, с представителями бизнес-тругов и гражданского общества. Спасибо большое. Очень понравилась наша страна, наш город. Очень красивый. Также по задачам миссии и по мандату. Первая наша задача – это мониторить ситуацию и устанавливать факты, о которых позже составляется отчет. Также мы бы хотели быть всегда видимы для вас. Вторая наша задача – это диалог и способствование диалогу на местах. Третья задача – это установить контакт, достичь всех людей, народа Украины, потому что мы работаем для всего народа, для простого народа Украины, в том числе и для всей Украины. Миссия находится в Украине по приглашению украинского правительства и по взаимному согласию, по консенсусу 57 стран-участников ОБСЕ, которые тоже получают эти отчеты. Еще раз повторю, что миссия была и будет объективной, прозрачной и беспристрастной. Также в Киеве проводятся регулярные встречи на регулярной основе, которые также очень полезны для способствования соблюдения соглашений, согласно Женевского соглашения от… согласно недавнего Женевского соглашения. Спасибо. Я не хотел бы выносить какие-то оценки пока. Я только хочу сказать, что я не для этого приехал. Я ограничиваюсь тем, что скажу, что мы стремимся к немедленному освобождению заложников. Это не моя работа. Задача моей миссии заключается в том, чтобы осуществлять контакты, как я уже сказал. Плохо слышно вопросы. Пожалуйста, повторите. Какова последняя информация, которая у вас есть по поводу заложников? Вопрос, ответ. Мы общаемся с ними. Наша команда с ними общается. В настоящий момент я только скажу, что мы осуществляем, поддерживаем эти контакты. Большое вам спасибо. Послу пора возвращаться в Киев. Спасибо вам всем. Мы будем вас держать в курсе в Твиттере, на нашей странице в Фейсбуке и напрямую также. До того, как закончить, я хотел бы сказать, что самое важное – это диалог о консультации. И мы сюда приехали именно для того, чтобы осуществлять контакты и способствовать контактам. Я говорю сейчас не о заложниках. Я говорю о нашей основной задаче. Затем, как закончить встречу, еще раз хотелось бы сказать, что диалог и налаживание его очень важны. Это именно то, зачем мы здесь. И мы не говорим сейчас о диалоге насчет заложников. Но мы говорим вообще о цели миссии. Это наша основная задача – налаживание диалога, который очень важен. Уже нужно заканчивать. Господину послу нужно ехать. Поэтому спасибо вам большое. Будем держать вас в курсе через страничку на Фейсбуке и через прямые контакты. Большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.